Видео подготовлено специально для сайта fb.ru Поделимся небольшими хитростями правильного хранения моркови. Чтобы сочная, хрустящая была, не мягкая и не деревянная. Чтобы не прорастала. И чтобы кожура была тонкая и можно было ножом скрести, а не срезать. Как же любит храниться морковь? Морковные секреты. Оптимальная температура для хранения моркови от 0 до плюс 3 градусов. При плюс 5 период покоя корнеплода заканчивается, она начинает прорастать. А влажность воздуха порядка 85-90%. Слишком сухой воздух морковь не любит. Быстро вянет, деревянной становится. Морковь не любит интенсивной вентиляции. И не из-за влажности воздуха. Важен уровень углекислого газа, природного консерванта. Замедляющего прорастание при повышенных температурах. Сохраняющим товарный вид корнеплода. Считается уровень СО2 в помещении для моркови 3-5%. Измерять его мало кто будет. Но помнить это важно. Не любит морковь сквозняков. А еще мы остерегаемся плохих соседей, выделяющих этилен. Газ, способствующий быстрому созреванию плодов. Это яблоки, тыква, груши. Желательно хранить их раздельно или в таре. В мешках, например, если рядышком. Да как же сохранить морковь? Пять хитростей. Убирать не слишком рано. Прекратив полив за 10 дней в среднем. Иначе будет слишком сочная. Быстро повянет. Но и не поздно. В сырую погоду корнеплоды влаги набирают. Быстро портятся. Да и перерастают. Важно обрезать быстро ботву. Раскладываем прямо на полу тонким слоем. Должна просохнуть земля на корнеплодах. Да и сама кожица. Но через пару часов важно начать обрезать ботву. Не обрежешь быстро, а хотя бы в тот же день. Вянет на глазах. Обрезая не оставляем хвостиков. Если волосовидных корней слишком много подсохшие, можно и оборвать. Живые не обрываем, чтобы не повредить еще тонкую кожуру. Почему морковь вянет? Возможно, ботва из корнеплода тянет влагу. Или другая причина, но это факт. Не моем ее. Многие моют, особенно для хранения в полиэтилене. Не знаем, может быть, это их хорошая идея, но хранить ее лучше в погребе. Не слишком сухой, с перепадами температур. Поэтому идеальный вариант сухой метод. А большие коми из земли можно и перчаткой снять. После того, как морковь просохнет на полу, выкладываем или в погреб, или в сарай. На несколько дней. Зачем? Кожура должна отпотеть и стать более крепкой. Немного опропковить. Если сразу заложить на хранение, слишком сочное, поврежденные экземпляры при неидеальных условиях быстро вянут и портятся. Да, первозданной красоты морковки не будет, как на картинке, но она очень хороша для хранения. После просушки закладываем или в деревянный высокий ларь, или в мешки. Ларь не слишком высокий, до одного метра. Широкий, слишком высокий слой хорошего хранения не даст. А мешки обычные, тканные, пропускающие воздух, из мешковины, как раньше говорили. А еще можно хранить в бумаге. Хороший метод для малых количеств, и для сырого, теплого погреба, и для крупной моркови. Просто оборачиваем и укладываем в ящик, лежит идеально. Присыпая песком или даже землей, важно присыпать чуть сырым, но и не слишком. А как вы храните морковь? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео и было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru